Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Теперь дискотеки и концерты возможны без наличия сидячих мест, но при соблюдении всех существующих требований, в том числе персоналам заведений, для которого обязательно ношение масок. А для детских центров и игровых комнат, наоборот, прописаны новые нюансы. К обработке рук, термометрии и ношению масок персоналам и взрослыми добавилось ограничение по количеству посетителей в игровых помещениях и исключение из эксплуатации оборудования и игрушек, которые невозможно дезинфицировать. В игровых комнатах на видном месте теперь должна быть размещена рекомендация воздержаться от посещения лицам в возрасте 55 лет и старше, а также гражданам, имеющим ряд заболеваний. Программа Экономика. Кировскому бизнесу доплатят за наем безработных. Получить субсидию из федерального бюджета сможет любой работодатель, который примет в штат человека, зарегистрированного в Центре занятости до 1 января 2021 года. Для этого надо направить на портал «Работа в России» список вакансий. Кандидатов по ним должны предложить Центры занятости. Взять на работу их нужно на полный рабочий день, зарплаты не ниже МРОД. Субсидии предоставляются по истечении 1, 3 и 6 месяцев после трудоустройства. Размеры ЮМРОД плюс страховые взносы и районный коэффициент. Экономика. На 101 ФМ. В Кирове за долги перед работниками завели уголовное дело на руководство строительной компании. Почти полмиллиона рублей задолжала сотрудникам организация «Вяткострой». Это зарплата за период с октября по декабрь. По данным Кировского следственного управления, один из руководителей предприятия не рассчитался с пятью сотрудниками, хотя возможность такая имелась. Сейчас проводятся следственные действия, в том числе направленные на выплату средств людям. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 75,81 рубля, евро – 88,95 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.